Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать приманку, которая имитирует личинку веснянки. Но изготавливать я ее буду для того, чтобы использовать при рыбалке ультралайтом. Можно и двуручным удилищем, то есть достаточно крупную и хорошо огруженную. Крючок я взял Тимка 200Р. Это 10 номер. А грузил его, изготовил глазки и закрепил усики, как обычно. Если есть возможность, я всегда стараюсь приукрасить нимфу. А тем более при таких габаритах нас ничего не стесняет. Нам необходимо теперь оставить нить у загиба, изготовить небольшое вот такое здесь уплотнение. И оторвать вот такой хороший пучочек пера охотничьего фазана. Из него мы будем с вами изготавливать хвостик. Подровняем длину болродок, так чтобы они были у нас почти все одинаковые в одной плоскости. И закрепим. Вымеряем для начала длину хвостика. Длина нашего хвостика будет равняться чуть больше длины грудки от глазок. Крепим его в этой точке. В одной точке стараемся сильно не наматывать здесь нитки. Подхватили, посмотрели величину. Да, вполне меня устраивает. И теперь только лишь на это место мы нанесем немножечко клея. И окончательно закрепим. Нить можно использовать ту толщину, которая позволяет вам работать с величиной этой приманки. Закрепили. Поднимаем теперь вот так все бородки вверх. И в одной точке, так же как я уже говорил, промотаем, чтобы у нас находились вот так ровненько. Подхватим теперь сверху немножко, чтобы было в одной плоскости все перо. И теперь уже окончательно здесь все промотаем. Вот должна выйти такая конструкция. Ничего мы не подравниваем, не подрезаем. Теперь нам необходимо с вами закрепить те элементы, из которых мы будем изготавливать нашу нимфу. Для сегментирования нимфы я возьму вот такой люрекс. Я уже неоднократно показывал, но несколько тоньше. Закрепим его здесь. Так, чтобы край доходил до границ нашего свинца. В качестве чехлика мы будем использовать то перо, которое уже закрепили охотничьего фазана. И теперь нам не остается только лишь изготовить тело. Тело я буду изготавливать из двух видов дабинга. Вот такого светлого, ближе к песочному цвету. И болотного будем изготавливать грудку. Все с характерными вот такими блестками. Довольно-таки хороший, привлекательный дабин. Давайте изготовим тело. Мы с вами изготовили вот так тело, дошли до грудки. Теперь нам необходимо очень аккуратно взять вот так, слегка подровнять, чтобы ровненько вложилось наше перо. Удерживаем в одной точке, стараемся никуда, чтобы оно у нас не разъехалось. В натяжечку подхватим здесь. И еще вот так вот немножко протянем. Ничего пока не притягиваем. Возьмем теперь наш люрекс, который мы крепили. И с вами выполним обмотку произвольным шагом. Следим за тем, чтобы наш чехлик никуда не утащило. Закрепим, остатки удаляем. Перо пока фазана не трогаем. Оно нам еще сейчас пригодится. На место крепления нанесем немножко клея. И нам необходимо теперь подготовить такой материал, из которого мы будем еще изготавливать наши ножки. закрепим. Слегка вот так уведем наше крыло, перо назад. И теперь нам необходимо добавить еще немножечко пера, так как этого будет недостаточно. Совсем небольшую вот так щепоточку, в два раза меньше, чем мы использовали с вами для изготовления нашей спинки. Вот так, наверное, нам будет, да, вполне достаточно для нашего чехлика. Теперь нам необходимо с вами изготовить грудку. Как я уже говорил, грудку мы будем изготавливать из вот такого более темного, коричневого даббинга. Давайте изготовим грудку. Изготовили грудку. И теперь то, из-за чего мы все это огородили. Я подготовил лотпуховую часть пера, обыкновенного пера, который куриный, петушиный, бывает на скальпах. Можно использовать вот остатки перьев охотничьего фазана. Любое другое, которое вы подберете, так же, как и вот куриные у меня имеются. Подобрать самое главное для себя, чтобы величина наших бородок и пышность соответствовала. Берем, прикладываем вот так нашим вырезом. Удерживаем все элементы, которые у нас есть. И аккуратно теперь подтягиваем в районе глазок. Хорошо, хорошо. Посмотрели, чтобы у нас вырез не перекручивался и находился четко сверху. Вот так. И теперь нам необходимо с вами аккуратно вот так расправить и закрепить сверху наш чехольчик. Я нанес буквально капельку лака на ту часть пера, которая у нас сверху. Еще необходимо ее хорошо потом будет залакировать. Это у нас, как говорится, немножко слабое место. Но вот в такой расцветке довольно-таки привлекательное. Как я изготавливал уже для карпа, для карася. Вот, в принципе-то, это тоже чем-то напоминает хорошую уловистую приманку. Ну и склеил, развел вот задние придатки хвостовые. Если вам, допустим, будет как-то величина казаться очень большая, уже проверено. Достаточно вот такой величины пера для того, чтобы хорошо реагировала рыба. Если вас что-то эстетически не устраивает, можете спокойно взять потом подрезать. Вот и все, друзья мои. Благодарю за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...